Около семи лет назад было создано первое открытое пространство на базе молодежного центра. Сегодня их 25. Это произошло в конце 2014-го, в начале 2015-го года. Мы начали обсуждать, что вообще нужно городу такого важного, интересного и глобального, чтобы можно было создавать какой-то комьюнити, условно, городское сообщество. Женя Благитко сказала, что она читала книгу «Третье место» Рейла Ольденбурга, американского социолога, который еще в 80-х годах рассказывал про то, что в городе должны быть новые институты социализации. То есть первый – это семья, дом у человека, второй – учеба, работа, а третий где-то между ними должен быть дом вдали от дома, где человек может от всей этой бытовухи и рутины отдыхать, развиваться и заниматься тем, чем он действительно хочет заниматься. Пространство, оно в нашем понимании довольно-таки гибкое, оно такое пластилиновое, и оно будет подстраиваться под запросы ребят, которые сюда приходят. Идея семейного пространства как дома появилась, получается, около двух лет назад. Я подумала, наверное, было бы круто, если бы было такое пространство, которое только для молодых семей с детьми, где все бы были в равных условиях, никто бы там не лез вперед, и были мероприятия, которые подходят, наверное, по тематике больше для молодых семей. Арт-Ель была изначально создана для того, чтобы показать городу молодых художников города Новосибирска и Сибири в целом. Творческое пространство «Полотно» — это специально отведенное место в центре продвижения, где происходит магия и творчество. Это открытая площадка, которая легко трансформируется под любые мероприятия, будь то выставка, лекция, интеллектуальная игра, квартирник, какие-то благодарительные мастер-классы, в общем, вот все что угодно. Это самое уютное место на Земле! Ключевым моментом при наборе людей в наше пространство стала как раз-таки студия раннего развития «Почемучка», куда могут родители приходить вместе с маленькими детьми дошкольного возраста и развиваться. Я не знаю ни одного похожего пространства в городе Новосибирске и за его пределами. По факту это выставочно-событийная площадка, где одинаковый вес имеют как выставки, которые мы здесь организовываем, так и события, которые еще больше раскрывают смысл этих выставок. События мы добавляем для того, чтобы зрителю донести больше смысл концепции выставки. То есть если мы выставляем кого-то фотохудожника, мы обязательно посмотрим фильм про фотографию, мы обязательно устроим какой-то воркшоп по фотографии и так далее. Мы работаем с конкретной аудиторией, мы работаем с художниками, мы работаем с граффитистами, мы работаем с уличной культурой. И это все-таки такой своеобразный, наверное, творческий кластер, куда может прийти, например, художник и поэт и устроить коллаборацию. Главная суть открытого пространства в том, чтобы человек, придя в него, мог что-то привнести самостоятельно. Мы перестали развлекать народ, мы стали давить на то, что мы хотим развивать. Городское сообщество человека в целом, как личность, через свою деятельность. Здесь больше про работу, про развитие. Соответственно, у нас там и каворкинг есть, и переговорная, и там большой стеллаж с литературой, которую мы рекомендуем нашим гостям читать. То есть эти книги живут у нас на этаже, и ты можешь прийти, просто читать здесь, но обязательно их оставлять на месте. Для нашего именно района мы отдельные, мы необычные, потому что мы здесь одни такие, которые собирают молодежь и дают им место для отдыха.